В этом году в Чебоксарах должна заработать новая школа. Ее строят впервые за много лет. Как идет строительство школы и других образовательных объектов, проверил председатель кабинета министров Иван Моторин. В микрорайоне Радужный скоро откроется новый садик. Его будут посещать 100 детей. Сейчас на объекте по временной схеме подано тепло, идут внутренние отделочные работы, закуплены мебель и оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию состоится уже в первом квартале текущего года, а работы по благоустройству территории подрядчик обязуется завершить сразу после схода снега. А на улице Гладково завершается строительство школы на 1100 мест. Школа станет культурным объектом микрорайона. Актовый зал оснащен современным звукой и светооборудованием. Физкультурно-спортивный блок с двумя спортзалами, бассейном, хоккейной коробкой, футбольное поле и беговые дорожки с искусственным покрытием. Работать со старшими школьниками скоро будут готовы в Межрегиональном центре компетенции в области промышленных и инженерных технологий по направлению автоматизации радиотехника и электроника. Он станет основной площадкой для подготовки членов национальной сборной и команд других субъектов Российской Федерации к участию в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills, в том числе и в мировом чемпионате в Казани 2019 года. Уже закуплено оборудование на сумму 140 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета. На эти деньги будут оснащены 18 новых учебных лабораторий и мастерских. Уже в марте Межрегиональный центр компетенции выйдет на профессиональный старт. А вот на объекте в Новом Городе, где строится детский сад, не так все благополучно. Иван Моторин отметил несоблюдение сроков, недостаточное количество рабочих на объекте, невыполнение застройщикам финансовых обязательств перед суп-подрядчиками. Темпы строительства, которые были 2-3 месяца назад, здесь были выше, чем на детском садике в Радужном. И, соответственно, претензии, которые высказываются подрядной организацией, усилить и все обязательства выполнять. На каждом объекте есть свои претензии. Понятно, что объекты должны были быть сданы в полном объеме в текущем году. Но подрядчиками взяты гарантийные обязательства. Я думаю, что за январь и февраль мы все это выполним. Продолжение следует...